К нам присоединяется разведчик-нелегал, бывший советский офицер КГБ, журналист ныне и специалист по международным отношениям и очень популярный блогер Сергей Жирнов. Сергей, мы рады вас видеть. Добрый вечер. Приветствую. Привет, Алексей. Я не знаю, как зовут вашего коллегу. Сергей, это ваш тезка. Рад вас познакомить. Сергей, мы с вами вот буквально на днях общались в интервью для информагентства «Униан», обсуждали эту тему. Но тогда мы отнеслись к ней так легковесно, потому что слухи в российских телеграм-каналах не впервые эту тему вносят, вбрасывают в информационное пространство. Но, согласитесь, веса этой новости добавил Песков. Мы же всегда прекрасно понимаем, если род Путина появляется и что-то опровергает, значит дело нечисто. Вы согласны со мной? Да, вы знаете, это у меня тоже был, я знаток по Пескову, я переводчик официальный, сертифицированный с Песковского на нормальный язык. Я всегда говорил, что если Песков говорит белый, значит черный, если говорит нет, значит да и так далее. Но вот в этом случае я все-таки сомневаюсь. Знаете почему? Потому что я все-таки не очень верю в эту историю со смертью клинической Путина, с остановкой сердца. Потому что то, что было написано в телеграм-канале моего партнера и в итоге в неделе телеграм-генерала СВР, мне показалось, что там не соответствуют как бы симптомы. Потому что мне кажется, что если у человека останавливает сердце, то он больше перестает двигаться. А там было написано, что он бился в судорогах каких-то. И это было очень странно, что человек, у которого оставилось сердце, бьется в судорогах. Но это отдельный разговор, так сказать, можем потом к нему вернуться. А Песков вынужден был просто на эту тему отмечать. Почему? Потому что телеграм-канал генерала СВР за последние два года стал очень читаемым и очень цитируемым, в том числе и за границей. И поэтому, когда он опубликовал вот эту информацию о остановке сердца у Путина, она немедленно несколько раз облетела весь мир. Ее процитировали все средства массовой информации, которые только можно было. И у Пескова ничего не оставалось, кроме как выходить на прессу и пытаться оправдываться. Но, с другой стороны, когда он оправдывается, то, конечно, все начинают еще больше сомневаться. Но не оправдаться он уже не мог, потому что эта новость слишком много к себе привлекала внимания. И поэтому он был вынужден оправдываться. Вот я так для себя все это дело объясняю. Но в это воскресенье, вот вы знаете, у меня обычные итоги с генералом СВР по воскресеньям. Я ему задам, естественно, этот вопрос, потому что, скажем так, для его телеграм-канала это главная новость недели. Что бы ни произошло другое. Вот там были маневры, ядерные маневры. Там четверка еще не было каких-то новостей. Но я так думаю, что вот эта новость на его канале перебила все. И поэтому я вам дам, он вам даст ответ в нашем эфире в воскресенье на моем и на его канале. Как тонко вы прорекламировали свой YouTube-канал. Да. Сергей, скажите, а что вообще известно о врачах, которые постоянно находятся с Путиным рядом или поблизости? Вот если бы действительно такое или что-то похожее случилось, кто и как оказывал бы ему первую медицинскую помощь? Это какая-то специальная служба, это частные медики или это медики ФСБ? Что известно? Ну, в этом смысле известно все максимально, потому что я, в общем, работал в свое время с медицинским предоцентом президента... Управлением делами президента Российской Федерации. Это бывшее четвертое главное управление Министерства здравоохранения СССР под управлением Академика Чазыдова. То есть это они тогда занимались лечением членов СК КПСС, членов политбюро, то, что называлось Кремлевская больница. Это, на самом деле, довольно большое учреждение. Находится оно в Романовом переулке, бывшей улице Грановского, то есть это совсем недалеко от Кремля, на Воздвиженке. Это первая улица направо от Воздвиженки, по Воздвиженке, если двигаться в сторону Калининского проспекта. То есть я не помню, как он теперь называется-то. В советское время Калининский проспект. Вот это у них там главный офис находится и главная больница поликлиника. Дальше у них есть центральная клиническая больница в Кунцево. Дальше у них есть несколько поликлиник, самые известные из которых на Севцевом Вражке. Дальше у них есть несколько санаторий, самый известный в Барвихе. И, так сказать, санаторий на Кавказе, в Минеральных Водах и так далее. То есть это огромное учреждение. Но оно обслуживает не только президента, оно обслуживает и всю номенклатуру высшую государственную. Там, кстати, патриарх лечится теперь по нынешним временам. И премьер-министр, и члены их семей, но также еще и сотрудники аппаратов, естественно, и администрации президента, и Совмина, и так далее, и тому подобное. И плюс к ним прикрепляются различных богатых людей, олигархов, так называемых, и людей, которые просто за деньги у них лечатся. Лечиться, кстати, там плохо, потому что там плохие врачи, там очень хорошее оборудование, там все отлично устроено, то есть там хорошие палаты, все красиво, все современно, все по-западному. Самые современные оборудования, самые крутые западные лекарства, но самые плохие врачи, потому что вы понимаете, что это блатное место, и туда просто, чтобы устроиться, нужно быть очень большим... Паркетные полы паркетные, не зря так шутили в Советском Союзе. Вот именно, вот вся такая штука. Ну, вы сами понимаете, что здоровьем президента все-таки занимаются особым уровнем, особым образом. То есть, конечно, он не ездит никуда, ни в какие поликлиники, к нему всегда приезжают, ну, как бы, на дом, ну, то есть, либо в резиденцию в Новогорёво, либо там в кабинет, если у него там плохо, прямо в кабинет в Кремль приедут, вот, то есть, в этом смысле у него, конечно, персональное обслуживание. И плюс, когда он перемещается, за ним теперь, как за Брежневым, всегда есть группа врачей, всегда есть бригада врачей, всегда есть карета скорой помощи, реанимации, вот, куда бы он ни поехал. И все резиденции Путина, и все его кабинеты, они все оборудованы медицинские, то есть, в Кремле совсем недалеко от кабинета есть обязательно медицинская комната, там обязательно дежурит дежурный терапевт. И плюс, вот, то, что нам сливали когда-то, я уж не помню, кто нам сливал, какой-то человек из ФСО, по-моему, сливал все это дело, когда говорили, что за Путином, а, нет-нет, это было, знаете, кто это, по-моему, Беллинкет или что-то в этом роде, вот, расследователи какие-то вскрыли чей-то ящик и нашли, значит, регистрацию рейсов, которыми летают чиновники Российской Федерации. И выяснилось, что за Путиным летает огромное количество врачей, в том числе эндокринолог и онколог. И вот тогда, значит, пошло подтверждение того, что рассказывает уже три года подряд, до больше трех лет, Валерий Дмитрий Соловей о том, что Путин очень серьезно болен, что у него там рак в терминальной стадии. Вот, и говорил там уже три года, что он не сегодня-завтра помрет, все уже над ним немножко смеются и издеваются. Вот, и даже вот сегодня я дал интервью каналу Политека, и там кто-то у них написал, значит, сделал такую превьюшку, что Путин умирает. Вот, и я этого не говорил в этом интервью, и видели вы, как на меня набросились в этом интервью, и вот я, когда буду у себя размещать его там завтра или послезавтра, я напишу, Путин умирает с данным вопросом, я такого не говорил. Вот, то есть приходится оправдываться. Вот, ну, в общем, система сложная, самое главное, вы понимаете, что, безусловно, президенту могут вызвать врача любого, в любое время суток, куда угодно, где бы он ни находился. С ним всегда находится врач, и его могут госпитализировать самые лучшие учреждения, где бы он ни находился, и ему могут купить любые лекарства, где бы он ни находился. Плюс были рассказы о том, что президента на самом деле лечат иностранные даже врачи. Вот, это я подтверждаю, что практика такая и есть, потому что я вот сам, когда работал с 95-го по 2001 год с администрацией президента, то я работал, вот, в частности, конкретно работал в Швейцарии, вот, и брал их пациентов в частные клиники швейцарские. Врачи швейцарские приезжали к Ельцину, кстати, вот тогда, когда шел разговор о том, чтобы ему делать шунтирование, и во время 96-го года, во время президентской кампании, приезжали швейцарские, американские врачи, и дальше был разговор о том, чтобы сделать ему операцию секретно за границей. Вот, мы это прорабатывали, я это прорабатывал, медицинским центром управления делами президента с первым заместителем. Вот, тогда начальником был Миронов, но я с Мироновым, кстати, не встречался почти ни разу. Вот, а Юрий Дмитриевич Перов тогда был первым заместителем, и вот мы с ним это дело прорабатывали. Примет, кстати, ему, если он живой-здоровый. Вот, так что, в общем, это серьезная система, и, конечно, за здоровьем президента, так сказать, следят очень пристально, плюс у Путина собственный, да, потому что он не хочет стареть, это видно, что он упорно не хочет стареть, и поэтому его сопровождают не только врачи, в смысле медики, но его сопровождают и всякие там люди, которые занимаются омоложением, там, я не знаю, там, чуть ли, ну, до Шавлатанов доходит, потому что мы знаем, что Шойгу он ездил к шаманам в Сибири, и там какие-то у них жуткие совершенно церемонии проходили закрытые, плюс такие же закрытые церемонии проходят и в Москве, и вообще половина администрации президента, и люди, так сказать, вхожие в самые большие кабинеты, трехнулись все на этом деле. И, если не знаю, помните ли вы, в мае месяце прошлого года Субботин такой был миллиардер, который помер от того, что он пошел к какой-то там знахарке, она его накормила, значит, какими-то жлябами, и он, значит, там, задохнулся, у него, потому что там ядовитое какое-то выделение, и, в общем, оно приводит к остановлению дыхания. Вот, и он таким образом погиб. То есть, в общем, все трехнулись на этом деле, Путин трехнулся на своем здоровье. Сергей, единственное, что я хочу уточнить, очень интересно вы рассказываете по поводу западных врачей. Меньше года назад представитель, замначальник АГУР Украины, Скибийский, говорил, что Путин до сих пор пользуется услугами западных врачей. Мне интересно, как это возможно сейчас, и действительно ли, по вашей информации, по вашим данным, кто-то из западных врачей вот сейчас его, ну, в последнее время может лечить, или там привозят его, прилетают они. Ясное дело, что Путин сам туда не летает, да? То есть, как это происходит? Только, если можно, кратко попросим. Путин сам теперь не летает. Раньше это можно было тогда, когда у него какой-то визит за границу, можно было врача, например, подвезти в ту страну, куда он там поехал, и сделать частную консультацию где-нибудь там в гостинице или даже в неком абстрактном месте. Вот теперь, конечно, их возят, и я вам должен сказать, что любой врач западный, если ему скажут, что надо лечить, ехать Путина, он согласится, потому что, во-первых, за это платят большие деньги, там очень большие гонорары, и, во-вторых, это всем любопытно, любому врачу просто это любопытно, да? Потому что и врач должен же лечить кого угодно. На Западе тоже дают клятву гиппократов, и поэтому даже если бы это был Гитлер, или там Муссорини, или еще какой-нибудь урод, то и там Путин, то все равно его надо лечить. Ну, знал бы Путин, какой популярностью пользовалась новость об остановке его сердца, интернет просто разрывался, любой комментарий никому неизвестного эксперта набирал чуть ли не миллионы просмотров, люди хорошо на этом успели навариться. И знаете, что сейчас происходит? Просто в эти минуты в российских телеграм-каналах и пабликах активно обсуждается информация, что в данный момент в России происходит попытка государственного переворота, а Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдай. Так что этот сериал продолжается. Люди почувствовали запах, где просмотры, и снова муссируют эту тему. А вдруг, кстати, а возможно и правда, хоть бы так и было. Сергей Жирнов, разведчик-нелегал в прошлом, нылья? Буквально 30 секунд. Почему именно сегодня? Потому что какая-то предсказательница сказала, что что-то произойдет 26 октября. И вот поэтому все это дело муссируется. Понятно. Хорошо. Но все-таки надежда какая-то теплится. А вдруг? А вдруг это правда? Спасибо. Сергей Жирнов присоединялся к нашему эфиру. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok